В некоррупционной деятельности судей Борисенко Нешлавского, несоответствие его поведения, высокому статусу российского судей, еще впереди. И я готов, буду дать подтвержденные показания любым органам, кому не безразлична чистота рядов судейского корпуса Крыма и России. Это дело будущего. А пока, возвращаясь к данному приговору, хочу заявить уважаемому суду, что нет ни малейшей необходимости в изоляции меня от общества, поскольку я не совершил никакого преступления, ни как физическое лицо, ни как должностное лицо. Потому что в деле нет ни единого законодательного законного документа, предписания контролирующих служб, которые я бы не выполнил как должностное лицо. Созданные мною парки легально функционируют по законам Российской Федерации, имеют соответствующие лицензии на свою деятельность и соответствуют всем законным нормам и ГОСТам Российской Федерации. Только в этом прошедшем курортном сезоне мои парки посетили более 320 тысяч посетителей. А за все годы существования Ялтинского зоопарка Сказка и парка Львов-Тайган их посетило более 15 миллионов человек. И если бы мои парки представляли опасность для посетителей, и хищники зоопарка могли хватать проходящих мимо посетителей, то они питались младенцами с периодичной и регулярной периодичностью. И напротив, уважаемый суд, изоляция меня от работы в моих парках от общей несет большую и реальную угрозу для общества, особенно в современных условиях. После моего ареста и заключения меня под стражу в парках остался работать технический персонал, который в случае возникновения внештатных ситуаций не сможет предпринять тех действий, которые позволят удержать ситуацию под контролем. Никто из сотрудников моих парков не обладает тем даром общения с хищниками, которым обладаю я. Таких специалистов нет ни в Крыму, ни в России. Сегодня Крым находится в желтой зоне террористической опасности, а фактически из-за участившихся терактов и обстрелов территории Крыма, Крым впору переводить в красную зону террористической или даже военной опасности. Достаточно одного взрыва на территории Саванны, где свободно гуляют десятки прайды львов, десятки львов или целенаправленного теракта направленного на нарушение целостности ограждения Саванны и десятки львов, тигров окажутся на просторах Крыма. В этом случае у властей Крыма, как и у сотрудников парка Тайган, не останется другого выбора, как начать отстрел разбежавшихся хищников. Однако это не так просто организовать и сделать, поскольку расстояние в 2 километра от парка львов Тайган до города Белогорска львы и тигры преодолеют за несколько минут. И в стрессе эти хищники могут быть крайне жестокими и опасными. И это во-первых. А во-вторых, будут уничтожены редкие ценные животные, которых я с большим трудом собрал с многих уголков мира. Я должен об этом сказать в этом суде и тем самым снять с себя ответственность за возможные, самые негативные последствия, о которых, безусловно, позднее узнает весь мир. Напомню, уважаемый суду, о том, что только в парке львов Тайган мы имеем самую большую в Европе коллекцию высших хищников, предназначение которых в природе убивать. Уважаемые коллеги, я внимательно проанализировав материалы уголовного данного дела, показания свидетелей, не понаслышке зная о поведении тигров, об их повадках, возможностях, а также не понаслышке зная о поведении молодых мамаш в зоопарке, хочу сообщить суду об истинной картине происшествия в зоопарке Тайган 26 сентября 2021 года. Анастасия Гнедина, с Анастасией Гнединой, простите, и ее грудным ребенком. Непослушная, во время посещения зоопарка, непослушная, великовозрастная дочь своих родителей, Анастасия Гнедина, отдалилась от своих родителей, которые, кстати, не являются пожилыми людьми, отдалилась вперед на значительное расстояние со своим грудным малышом на руках. Причем удалилась не где-нибудь на лесной опушке, где она рассматривала там бабочек, а в зоопарке при осмотре самых грозных хищников, которыми, безусловно, являются амурские тигры. Общеизвестно, что если семья приехала в зоопарк вместе, то им интереснее и ходить вместе, делиться своими эмоциями, а также оберегать друг друга от каких-либо невнимательных поступков, неосторожных поступков, либо заранее провокационных действий. Подойдя в плотную контрольному ограждению вольера с тиграми, Анастасия Гнедина, Анастасия Гнедина, простите, показалась недостаточным того, что ее годовалый несмышленый малыш, будучи у нее на груди, посмотрит на 300-килограммовых рыжих кошек, если вообще посмотрит, да, лежащих в вольере. И Анастасия Гнедина делает то, что непостижимо для создания здорового, здравого, простите, человека, да и здорового, и здравого человека, нормального. И также противоречит самому главному женскому инстинкту, инстинкту материнства. Анастасия Гнедина берет и отрывает от своей груди маленького Леона и протягивает его на вытянутых руках, прижимая вплотную к основному ограждению вольера с тиграми. Здесь необходимо сказать, что, очевидно, назвав своего сына именем Леон, что в переводе с английского обозначает лев, Анастасия Гнедина захотела показать превосходство маленького львенка, да, над миром животных. И это очень напоминает нам тот известный мультфильм «Король лев», где старая обезьяна, гамадрил, вынесла на скале славы львенка и представила животным. Только в фильме это сделала старая мудрая обезьяна, а в жизни это сделала Анастасия Гнедина. Общеизвестный научный факт состоит в том, что при виде или возникновении любой опасности или угрозы, все мамы, как человеческие, так и мамы животных, рефлекторно прижимают малышей к себе, то есть к груди. Иногда рискуют даже своей жизнью, да. Гнедина, наоборот, от себя оторвала малыша и, значит, сунула его вплотную к клетке к тигру, о чем говорят материалы уголовного дела. Описывается только единственный случай в мире, среди всего живого на земле, когда мама, в данном случае это выдра, в случае смертельной опасности, когда ее преследует хищник, она со своим выводком убегает, она останавливается, хватает в лапы одного из своих там пяти-шести малышей и протягивает его вот так навстречу хищнику. Хищник забирает его и это делает мать-выдра. Это единственный случай, который мне известный из мира животных, но мать-выдра это делает для того, чтобы спасти жизнь своим оставшимся пяти-шести малышам, понимая, что опасность все равно неизбежна и хищник разорвет там их всех. Но, к сожалению, в жизни это сделала мама и у нее нет еще двух, трех или пяти малышей, тем более, Анастасия Гнедина. Самый большой стресс для любого малыша, хоть человеческого, хоть малыша-животного, это когда его разлучают с теплым и безопасным телом матери. Малыш ничего не осознает, ничего не понимает, но от природы у малыша прекрасно развиты и работают рефлексы и инстинкты. Отрыв от теплого тела матери означает для малыша падение, а значит возможные травмы, либо даже смерть от хищника. Поэтому во всех случаях малыши, повторюсь, как животных малышей, так и малыши человеческие, хватаются, чувствуя опасность, они хватаются мертвой хваткой. Вы прекрасно знаете, когда малыш, ему еще нет года, но и он тянет ручки, и стоит ему дать два пальчика, он с мертвой хватки хватается за эти два пальца, его можно даже поднимать, и он их не отпустит. Это заложено природой. Он еще не понимает ничего, но рефлексы и инстинкты работают таким образом, что он должен сохранить себе жизнь. Поэтому для него это значит падение и все. Поэтому все малыши, повторюсь, хватаются мертвой хваткой, и чтобы не разбиться, ветки за что угодно, чтобы не упасть и не разбиться. В медицине это явление описывается как эффект орла. Очевидно потому, что именно у орлов очень цепкий захват, когда они преследуют свою жертву, значит, когтями хватают. Именно такой мертвой хваткой побеспокоенный годовалый малыш, которого оторвали от груди и которому не было никакого дела до тигров, лежащих в своем вольере, изо всех сил вцепился в ограждение, основное ограждение вольера. Именно это действие Анастасии Гнединой спровоцировало возможный прыжок или рык тигра, о котором говорится в материалах дела. И об этом я подробнее о тигре, о его реакции скажу позже. Но вот если возвратиться к моменту, когда малыш схватился и раздался рык, то в тот самый момент, наконец, разум или его остатки проснулись у молодой мамы, Анастасии Гнединой, и она рефлекторно дернула малыша обратно к себе. Здесь необходимо обратить внимание сюда на размер пальчика годовалого малыша. К сожалению, эти размеры умышленно, как я считаю, не описаны в материалах уголовного дела. Однако можно предположить, зная общую физиологию человека, что толщина пальчиков годовалых малышей редко превышает 5-6 мм. Эта толщина соответствует толщине проволоки, из которой выполнено основное ограждение вольера тигров. Это указано в приложенной к делу экспертизе. Так вот, мало того, что эта проволока имеет изгибы, зазубрены, поскольку карты сеток, которые используются при строительстве вольеров тигров, изготавливаются на специальных прессах, станках, так проволоки еще в картах и переплетены между собой через каждые 5 см. Я уверен, что указанный пальчик малыша попал именно в такой переплет между проволоками, поскольку был с краю и, следовательно, самым близким к переплету, и поэтому он был просто оторван при рывке Анастасии Гнединой. Речь идет вот об этом пальчике, вернее, о фаланге большого пальца. Именно этот зацеп зашел вот в это переплетение клеток. И это подтверждается всеми материалами, это мое утверждение, подтверждается как материалами медицинской экспертизы, имеемой в деле, так и показаниями врача, оказывавшего помощь малышу по формированию культи. Врач судей ясно пояснил, что никаких свидетельств о покусе пальчика малыша тигром нет, кроме слов матери, что данная травма могла произойти от любого механического повреждения. Все, о чем я сказал выше, подтверждается показаниями абсолютно всех свидетелей по данному уголовному делу, а также как самой Анастасии Гнединой, так и ее родственниками, и единственным независимым свидетелем в данном происшествии Сердюк Людмилы Ивановны. Никто из них, включая саму Анастасию Гнедину, не видел покуса тигра, тигром малыша. Кто-нибудь из участников, я обратился к участникам судебного процесса и спросил, что кто-нибудь из участников данного судебного процесса может объяснить то обстоятельство, что мать, держащая перед собой на вытянутых руках своего малыша, не могла видеть, что с ним произошло. Анастасия Гнедина сказала, что она как-то отвлеклась, что-то как-то было молниеносно, но она четко сказала, что тигра покуса не было. Она не видела этого покуса, его не могло быть. А что тогда спрашивает суд? Она пожимала плечами, говорила, что вот что-то мелькнуло, что-то как-то. Вот, понятно, что это доли секунды, но ведь ребенок находился просто вот на вытянутых руках перед ней, и это ее ребенок.